Бойцы 18-й отдельной гвардейской бригады на полигоне сегодня целый день. Зимой проходили теоретическую часть, теперь практика. В первую очередь тренировки у стрелков-наводчиков. Сержанты учатся вести огонь из пулеметов и пушек. На новых бронемашинах, которые в этом году поступили в подразделения Южного военного округа, современное и мощное вооружение. Главное отличие нового БТР от его предыдущей версии вот в этой 30-мм авиационной пушке. По словам военных, с ее помощью можно уничтожить даже тяжелую бронетехнику. Именно в поединке с более тяжелым и лучшим вооруженным противником от меткости наводчика зависит судьба всего экипажа. Короткая очередь даже не по БТРу. От танку неприятеля может как минимум лишить его связи, прицелов и бензобака. Этот БТР может противостоять танкам и похожим таким техникам бронированным. Как бы сказать, 8 попаданий в танк и танк будет уничтожен. Тем временем командир отдает приказ перезарядить БТРы и выдвинуться на позиции. Сначала стрельба с места, потом из-за укрытия. И самый трудный этап тренировок – огонь по технике и пехоте противника на ходу. Первая цель, как я объяснял, бровевая машина пехоты, мишень номер 14, поднимается на одну минуту, стреляем из пушки 30-милитровой. Во время тренировок на одном из БТРов, как в реальном бою, заело пулемет. Как говорят военные, произошло утыкание патрона в стволе. Бракованный патрон поменяли в считанные секунды, а пулемет перезарядили. В бригаду, по словам командиров, принимают на службу только контрактников и только после отбора в военкоматах. Случайных людей здесь нет. Почти все хорошо знакомы с техникой, поэтому подготовить стрелка-наводчика для обслуживания вооружения нового БТРа совсем нетрудно. Подготовить одного наводчика, квалифицированного с нуля, нормального, получается где-то полдня интенсивных занятий полевых. Только практика. Практика, только практика. В конце дня командир строит экипажи и анализирует тренировки. По итогам ставит оценки за меткость. Вот в ряд мишени. В двух фанерные щиты вынесло снарядами пушек. Третья сплошь в отверстиях от пуль Калашникова. Очереди ложились прицельно и кучно. Всем наводчикам по результатам стрельб твердая четверка. Тимур Абдулаев, Салих Салихов и Магомед Баталаев. Телеканал «Звезда». Чеченская республика.